Друзья, всем доброго времени суток и в данном видеоролике мы с вами рассматриваем еще одно интересное ICO и это будет проект AnsubiCoin и давайте вникать в чем же его суть прежде всего скажу, что у них сейчас проходит пресейл и они уже продали 67,7% своих токенов, что безусловно очень хороший этап ну и вы можете прямо сейчас поучаствовать в пресейле, если нажмете на данную кнопочку на главной странице этого сайта ну что же, пока давайте вникать в суть данного проекта ну что ж, скажу так, что здесь есть два очень хороших видео, которые описывают проект AnsubiCoin я их запускать прямо сейчас не буду, потому что лучше вы сами их запустите и соответственно тогда уже не будет рекурсии, просто посмотрите спокойно на своем компьютере данные видеоролики пока же давайте вникать в основу данного проекта так вот, какая у него концепция, какая проблема и какое решение так вот, возникает вопрос, почему нельзя продавать поддержанный цифровой контент они планируют сделать возможным вторичный, используют цифрового контента и хотят, чтобы все могли обменивать вторичный контент без дополнительных затрат теперь про проблему давайте поговорим так вот, цифровой контент легко копировать и иногда это по сути слишком просто то есть понятное дело, что взять, допустим, ваши какие-то аудиофайлы, видеофайлы, ваши статьи это все элементарно и понятное дело, что от копирования никто не застрахован ну и как же решить проблему, чтобы вторичное распространение контента было выгодно для пользователей и издателей так вот, они предоставляют решение это децентрализованная система защиты, то есть это платформа распространения вторичного контента эта система, в общем-то, основана на технологии блокчейн, естественно и она обеспечивает неопровержимые доказательства владения контента ну что ж, давайте тогда расскажу про платформу распространения вторичного цифрового контента более подробно так вот, что же здесь есть то есть они предоставляют, в общем-то, защиту цифрового контента то есть если более конкретно, то предоставляется облачная система под названием децентрализованная система защиты сокращенно называется DSS с использованием, как раз таки, данной технологии, технологии блокчейн также у них есть платформа распределения контента то есть они создают платформу распределения вторичного контента по системе P2P P2P расшифровывается как peer-to-peer и переводится на русский как равный к равному то есть получается, что оба участника обмена будут в равноценных, в общем-то, условиях ну и также, что еще важно, третья особенность то, что вы сможете покупать и продавать цифровой контент такой, как, допустим, комиксы, игры, музыка ну и так, да теперь давайте поговорим про Assobi Market то есть тут на самом деле очень много есть возможностей на схеме видим, в общем-то, все элементы данной системы и скажу так словами, что Assobi Market использует технологию блокчейн для предоставления защищенной системы распространения вторичного, то есть поддержанного контента то есть что здесь есть? это игровые предметы, программное обеспечение, электронные книги, также музыка, видео и электронные билеты и когда вы совершаете покупки в Assobi Market, они могут гарантировать безопасный обмен вторичного, то есть поддержанного контента и криптовалюты через систему DSS, про которую я ранее говорил также еще отмечу отдельно Sweater Japan Game, то есть Assobi Moe и Sweater совместно разработали Naga Virtual, это платформа вторичного контента игровых предметов внутри Assobi Market, то есть геймеры могут покупать или продавать виртуальные игровые предметы самостоятельно или через создателя игр здесь будет безопасный обмен игровых предметов, то есть они предоставляют безопасный, справедливый и современный рынок для всех видов игр и виртуальных товаров естественно здесь будет также прибыль издателей, то есть в большинстве сделок с игровыми предметами издатель не получает прибыли, но благодаря платформе Sweater Japan издатели получают доход в зависимости от суммы сделки ну что ж, в данном видео мы с вами разбирали концепцию данного проекта, далее поговорим про дорожную карту, про токен, возможно разберем еще допустим белую книгу данного проекта, ну в общем-то я планирую снять еще несколько обзоров на данный проект ну что ж, пока я с вами временно попрощаюсь, тогда всем спасибо за внимание и всем счастливо!